Газеты, конфискованные накануне в типографии «Универсал» после подсчета, были возвращены социалистам. Правоохранители говорят, что в трех микроавтобусах, которые увезли на парковку инспектората полиции, было 215 пакетов с предвыборными газетами, в каждые по 400 экземпляров. По словам пасовцев, на самом деле агитационного материала куда больше. Однако социалисты утверждают, что эти заявления некорректны. Теперь прошу вас, будет участвовать констатирующий агент, господин Гарри, эксперт, и каждый шаг будет сниматься. Теперь мы с депутатом Уазу Нантоем, который вчера участвовал в опломбировании, проверяем транспорт, чтобы он не был распечатан. Три микроавтобуса, которые были опломбированы и припаркованы у инспектората полиции сектора «Центр», были открыты в присутствии журналистов и депутатов двух лагерей – ПСРМ и ПДС. В одной машине насчитали 90 пакетов газет, в другой – 70, в третьей было 55 пакетов. В каждой упаковке было по 400 экземпляров. Впрочем, трое депутатов от ПДС Лилиан Карп, Юрия Реницы и Уазу Нантоем утверждают, что внутри каждой пронумерованной газеты было еще по одному экземпляру. Мы увидели здесь обычную аферу, когда все напечатанные листы имеют банковские реквизиты, номер тиража, одинаковый номер счета факторы, что означает, что все они были напечатаны по одному заказу. И на самом деле здесь не 200, не 400, а 800 экземпляров. Почитав газеты, депутаты-социалисты отметили, что в двух маршрутках были газеты, напечатанные на разных языках – румынском и русском. Таким образом, по их словам, тираж в 55 тысяч экземпляров на каждом языке не был превышен. Относительно того, что внутри каждой газеты была еще одна с тем же содержанием, депутат Григорий Навак нашел объяснение. Это, скажем так, формат типографии, который варьируется от типографии к типографии. О каком именно тираже идет речь? Говорю вам, что мои коллеги записали точную цифру, потому что оно было разным в каждой транспортной единице. Замглавы инспектората полиции отметил, что было зафиксировано лишь количество газет. Другие проверки будут произведены позже. Каковы предварительные результаты? Пока без комментариев. Проверим количество, изучим все документы и получим решение в соответствии с законодательством. Будет ли взято во внимание, что в каждой газете было еще по одной? Пожалуйста, выключите камеры и покиньте заведение. По словам депутата от ПДС Сергея Литвиненко, газеты вернули социалистам незаконно. «Мы имеем дело с очередным противозаконным деянием или в соответствии с положениями статей 158 и 159 Уголовно-процессуального кодекса или в зависимости от обстоятельств ст. 431 пункт 3 Кодекса о правонарушениях. Газеты, конфискованные полицией должны были быть признаны уликами, приобщены к делу и хранятся там до завершения расследования. Поэтому неизбежно должны последовать суровые наказания тех, кто принял это решение», написал парламентарий у себя в Фейсбуке. «Мы попытались проверить эту информацию, но представители столичной полиции до сих пор не ответили на наши звонки и сообщения. А депутат Григорий Навак подтвердил нам, что газеты им действительно вернули». Сегодня же глава предвыборного штаба Игоря Дадона, депутат-социалист Влад Батрынча заявил о намерении ПСРМ пожаловаться в Конституционный суд на попытку заблокировать избирательную кампанию независимого кандидата. Более того, они намерены обратиться и в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать уголовное дело в отношении тех, кто вчера якобы проник в типографию. «Вчера мы стали свидетелями из ряда вон выходящего инцидента, когда некоторые депутаты парламента в сопровождении граждан ворвались в типографию и устроили дешевое шоу». Напомним, накануне в госиздательстве «Универсал» было найдено множество газет электорального содержания в пользу независимого кандидата в президенты Игоря Дадона. Однако в них было указано другое издательство – «Идитти паргрупп». Пасовцы подозревают, что речь идет о нецелевом использовании государственных ресурсов и указывают на то, что расходы на печать этих газет не были включены в финансовые отчеты, представленные в ЦИК независимым кандидатам.